В пьесе Чехова «Вишневый сад» задействовано большое количество персонажей, но центральным образом автор выделил место действия – «Вишневый сад», который является символом дворянской России. Это отличительная особенность произведения, так называемый чеховский символизм. Комедия в четырех действиях отражает проблемы общества того времени, его ценности и пороки. Список действующих лиц в пьесе внушительный. Остановимся на главных. Любовь Андреевна Раневская. В лице главной героини произведения автор представляет старые времена. Любовь Андреевна не молодая, но привлекательная женщина. Она осталась расточительной натурой, несмотря на сложное финансовое положение. Зная о своих долгах, барыня не желает ничего менять в своей жизни. Лучшие дворянские качества, образованность, щедрость и верность традициям оборачиваются в новые времена губительными недостатками. Она верит в чудесное спасение имения, не желая предпринимать что-либо самостоятельно. Леонид Андреевич Гаев, родной брат Любови Андреевны. Он также, как и барыня, представитель людей старого поколения. Разорившемуся помещику 51 год. У него нет хватки и предприимчивости. Он настроен романтично и идеалистически. У барина нет семьи, нет детей. Гаев склонен к праздному образу жизни. Он играет бильярд, слывет пустомелей и мечтает о прибыли. Пафосные речи относительно сада – пустые обещания. Гаев – представитель российской аристократии, не способный работать и принимать решения. Ермолай Алексеевич Лопахин. Купец, который относит себя по происхождению и поведению к мужикам. Предприимчивый делец с хваткой и чутьем. Он энергичен, рационален и трудолюбив. Каждый день он работает с утра до вечера. Все задуманное им осуществляет сам и гордится этим. Он предлагает Раневское решение проблемы с имением. После ее отказа он покупает его сам. Наивысшая степень гордости приходит от того, что его отец и дед были в имении прислугой. Он же становится его хозяином. Лопахин – представитель поколения новых деловых людей. Петр Трофимов. Молодой человек, 26 лет, олицетворяет новый класс. Ранее молодой человек был симпатичен. Теперь его сильно портят поредевшие волосы, очки и бедная одежда. Петя – будущий революционер. Вечный студент дважды отчислялся из университета. У него нет работы и средств к существованию. Однако он одержим светлым будущим всей страны. Ему характерно упорство в суждениях и оптимизм. Анна – дочь Раневской. Аня – подвижная девушка, 17 лет, со звонким голосом. Она простая, добрая, наивная. Анна любит читать и считает, что книги обогащают внутренний мир. У нее нет своего жизненного опыта. Она полностью доверяет Петру Трофимову. Девушка дворянского происхождения раскаивается в прежней любви к саду и поместью. После его продажи она единственная из бывших хозяев, которая рада этому событию. У нее есть планы на будущее. Она готова пойти учиться, работать и заботиться о любимой матери. Варя – приемная дочь Раневской. Прагматичная, строгая, рациональная девушка 24 лет. В отличие от матери, она говорит просто, без сложных оборотов в речи и метафор. Просторечный стиль выдает в ней крестьянку. Варя оставалась в имении на протяжении 5 лет и приобрела навыки экономики. Религиозные взгляды девушки отразились на ее внешнем виде. Своим видом она напоминала монашку. После продажи имения она устроилась экономкой Яшнева-Крагулиным. Шарлотта Ивановна – гувернантка в имении Раневских. Женщина среднего возраста. Не ей самой, никому-либо другому неизвестно, сколько ей лет. У нее нет паспорта. Она не знает своего происхождения и национальности. Шарлотта провела детство в цирке. Там работали ее родители. После их смерти она попала на воспитание к одной немецкой даме. Одинокая, печальная, спокойная женщина, не рада собственной свободе. Ей не с кем даже поговорить. Семен Пантелеевич Епиходов. Служащий конторы, который постоянно попадает в затруднительные ситуации. За это был прозван «22 несчастья». Сам себя считает развитым человеком, но неудачником. При себе всегда имеет револьвер. Иногда подумывает о том, чтобы застрелиться. Передвигается неловко, всегда задевает какие-либо предметы. Романтичная натура. Он влюблен в горничную Дуняшу, надеется получить ее взаимность. Горничная Дуняша. Расторопная девушка служит и живет в доме господ. Она не знает самостоятельности, всего опасается и не может принимать решения. Дуняша влюблена в лакея Яшу, ветреного молодого человека, который не способен кого-либо любить. Фирс. Пожилой слуга Раневских, в возрасте 87 лет. Он заботлив и обеспокоен судьбой своих господ. Особенно переживает за легкомысленного господина Леонида Андреевича. Несмотря на преданность к дому и господам, остается в брошенном доме один, всеми забытым.